Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Григорий Макарон и наш гость, уже известный в нашем клубе, Леон Вайнштейн. Недавно у нас была очная встреча, а вот сейчас мы решили сделать видео-встречу, и у нас для этого есть особый повод. Я тогда, наверное, Леон, передам сразу тебе слово, чтобы ты два слова сказал, кто что и как для тех людей, которые не тебя не знают, а также рассказал о своем очень интересном проекте. Я единственное добавлю, что вот проект мне очень понравился, и наш комьюнити-центр выступил спонсором. Ну, а вот ты расскажи про свое детище. Добрый день, Гриша, огромное спасибо за представление. Всегда с удовольствием кооперируюсь с тобой и твоими коллегами и людьми, с которыми ты работаешь. Два слова обо мне. Я то, что называется профессиональный театральный, кинотеатральный деятель. Я режиссер, я драматург. У меня в Израиле был детский театр, я ставил спектакль здесь, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. Кроме того, у меня написано несколько книг по опубликованной, три книги по-английски, связанные с воспитанием через игру, через театр, через какое-то такое вовлечение в действие, скажем. Вот последнее детище, которое я делаю вместе с целой группой очень интересных людей, разбросанных по всему миру, там вот от Москвы до самых окраин, в Израиле, в Бельгии, в Голландии и тому подобное. А сейчас люди, которые этим занимаются, мы строим на интернете обучающую игру для подростков. Потому что это тот самый возраст, когда они уже способны, что называется, думать, соображать, но еще не совсем промыты мозги. Промыты, но еще можно, что называется, оттуда мусор убрать. А что такое педагогический проект? Что такое обучающий проект? Мы не собираемся учить детей географии, языку или чему-то еще. Мы учим их думать. И вот это, наверное, самое главное, чего не делают, к сожалению, школы и даже не делают вузы, за редчайшим исключением. И существуют определенные методологии. Мы вошли в контакт с целым рядом что-то потрясающих преподавателей. И создали вот эту вот игру, которую мы-то знаем, что она обучающая. И она раскрывает как бы критическое мышление, помогает обрести творческие какие-то начала привить человеку. Но самое главное, вот она обучает думанию. Под думанием я не имею в виду вспоминать долго, какая столица Бельгии там и где находится Уругвай. Я думаю думая. Именно думание. То есть создание чего-то, чего робот сделать не может. То есть мы учим людей, детей, подростков делать что-то, чего роботы делать не могут. И это невероятно важно в той атмосфере и в том 21 веке, в котором мы сейчас с вами находимся. Итого, что же это такое? Для детей это не обучающее. Скажи им, мы сейчас будем тебя учить, и им станет скучно. Для детей это интересная игра. Мы даем задания, они их выполняют. Они соревнуются друг с другом. Они отвечают на вопросы. Им выкидывают вопросы один с другим за решение вопросов. Им даются баллы. Кто быстрее, кто лучше. Но и те, кто медленнее, тоже получают баллы. Меньше? Меньше. Как и в жизни. Но получают. То есть любой, кто играет в эту игру, просто пытается даже играть. Все равно может получить достаточно баллов. Мы называем, на самом деле это не баллы, это криптокарнси. То есть это криптовалюта, если совсем честно говорить. Ваши дети будут играть и одновременно будут зарабатывать. Потому что вот эта вот криптовалюта, она позволяет им потом, как в новорусском языке, в новорусском языке говорят, сминтить. То есть минт. NFT. Если кто-то не знает, что такое NFT, это изображение на интернете, которое для взрослых ничего не значит, а дети их собирают, обмениваются. Ну, как марками когда-то мы занимали, продают. Так вот, сделав, заработав на своем уме, смекалке, сообразительности, креативити, заработав достаточное количество баллов, можно сминтить вот эту самую NFT. И дальше хочешь, свою коллекцию хочешь, меняйся, хочешь, иди на рынок и продавай ее, господа. И если ее стоимость будет там 100, 200, 300, 500, 3000, 5000 долларов, что все время происходит, можете посмотреть NFT на интернете, то ваши дети могут за месяц сминтить на тысячу, там, 3 или 5 тысяч долларов этого NFT и бросаться снова дальше. То есть играй, получай удовольствие, развивай мозги и зарабатывай реальные деньги. Теперь, почему я, так сказать, обращаюсь сейчас к вам, потому что мы открываем игру для любых, для всех, кто угодно. Ну, это возраст 13, там, 18, 13, 20, вот такой приблизительно. Мы открываем игру 15 мая, то есть вот-вот. Но 13 мая, за 2 дня, за 48 часов до этого, мы хотим запустить группу из 20 человек, англо, игра вся по-английски, естественно, которые могут читать, понимать, что-то делать по-английски. Они, мы дадим этим людям по специальной ссылке возможность войти до всех, потому что нам нужно сделать последний тест. И вот те, кто будет принимать участие в последнем тесте, будут получать больше вот этих вот крафт, то есть валюты нашей. По-моему, в полтора раза так наши ребята решили и сделали, чем, когда ты нормально работаешь, плюс еще, как говорят, всякие другие плюшки. В общем, если ваши дети в возрасте от 13 до, ну, скажем, 18-20 лет, пойдут играть в игру, 13-го, по Нью-Йорку, 0-0, начиная с 13-го по 15-й, это 48 часов до 2 дня, вот в эти времена зайдут туда, будут обмениваться друг с другом мнениями, отвечать на вопросы, вообще примут активное участие в игре, то они получат за это всякие плюшки. Как я понимаю, Гриша сейчас скажет, и вы тоже, господа родители, тоже получите за это премию. Гриша, слово вам. Да, я, прежде чем я буду говорить про плюшки, я бы хотел задать пару вопросов, которые, возможно, возникнуты у родителей. Вот ты сказал, что тут вовлечены, так сказать, криптовалюта, деньги. И первый вопрос, тут проиграть никто ничего не сможет? Я имею в виду, какие-то свои деньги реальные, как там в казино. Нет, нет, ни в коем случае, они только играют, чистая игра. Он может поиграть, ну, невозможно ничего не заработать, за правильный ответ получаешь 5 крипт, а за неправильный – одну, ну, все. Можно ли это, Леон, сравнить с Монополкой, вот с Монаполи, где там монопольные деньги, и ты там чего-то на них покупаешь в этой игре? Ну, так как я ни разу никогда в жизни не играл в Монопольку, и не знаю правила, то нет, но Монаполи, Мани, то есть монопольные деньги, мне понятие понятное. Так вот наша криптовалюта, она будет конвертирована в нормальную, а монопольные деньги ты не очень можешь конвертировать. Ага, то есть подросток еще будет учиться и зарабатывать, но проиграть он не может, да? Нет, ну никак. Окей. Я буду за телефонный звонок, это не имеет значения сейчас. И еще вопрос, вот ваша игра, она находится на какой-то уже известной платформе, то есть там, где дети заходят, они знают про этот вид игр? Да, приблизительно 20 миллионов подростков находятся на Дискорде. Дискорд – это огромная платформа. Мы просто, так сказать, что называется, взяли, по-моему, 10 серверов на этом самом Дискорде, там все делаем, там очень жесткие правила, там смотрят, чтобы не было порнографии, и там смотрят, чтобы не было, что называется, приглашение взрослыми детей там на всякие непонятные вещи. Нет, это абсолютно специально для тинейджеров собственная платформа, которая по всему миру отслеживает, чтобы там не было чего-нибудь такого. Понятно. То есть, как мы говорим, это проверенное место, куда можно доверить зайти своему подростку, своему ребенку, правда? Да, абсолютно. Оно не дает зайти никакому не портал-сайту, не веб-сайту, ничего, оно само чистит. То есть это самая защита, которую, вот говорят родителям, поставьте. Окей. Ну, я как родитель могу только добавить, что моей дочке сейчас почти 8, и я постоянно воюю с ней, чтобы она убежала от интернета и занялась каким-то творчеством. Вот даже с удовольствием ношу ее браслетик и все время пытаюсь ее вовлечь, вот как ты сказал, в игру. Но это вот так в лоб не всегда просто. Поэтому я знаю, что мы с тобой провели не один час, говоря про твое творчество, про эту игру. Я знаю, конечно, гораздо больше, чем наши слушатели, которые только узнали. И я могу авторитетно сказать, что мне кажется, это очень важный, нужный проект. Вот почему наш общественный некоммерческий центр Community Outreach Center выступает спонсором этого проекта. Итак, под этим видео будет ссылка, да, Леон? Под видео будет ссылка, которую можно скопировать, и она приведет на Discord, где, ну там, там уже все будет понятно. Любой тинейджер, он понимает лучше нас с вами, господа, я обращаюсь сейчас к моему поколению, по крайней мере. Намного лучше нас с вами, чем делать, когда он уже туда попадает. Игра, рассчитанная на то, чтобы наши дети-подростки, играя в компьютерные игры, могли думать, развиваться и учиться, как использовать свои мозги и зарабатывать бонусы. Правда? Да. Всем спасибо, Леон, удачи в вашем проекте, удачи тебе, удачи всей твоей команде, и до следующих эфиров. Спасибо большое, до свидания.